Всем привет! Дядь Юра дает прогноз на матч первого тура Лиги Наций Словакия-Чехия. Статистика команд. Словакия. В последних 15 своих матчах сборная Словакии 9 матчей отыграла на обезобью ДА и 8 на тотал меньше. Было 6 поражений, 3 ничьи и 6 побед. Словакия не проигрывает в трех последних домашних матчах, которые были все на тотал меньше. Чехия. В последних 15 своих матчах сборная Чехии 8 матчей отыграла на обезобью ДА и 11 на тотал больше. Было 7 поражений и 8 побед. Как видим, Словакия больше тяготеет к низовым матчам, играя ничьи на 1-1. Чехи любят классические результативные матчи, в которых забивают обе команды. Обе команды последние два года отыграли достаточно бескомпромиссно. У Словакии три ничьих, у Чехии не одной. Соперники играли в одной группе на минувшей Лиге наций. Оба матча выиграли Чехии 1-0 дома и 2-1 на выезде. Буки дают почти равные коэффициенты на эту игру. Сборная Чехии очень давно не играла в ничью. Последний раз такое было 10 июня 2017 года против Норвегии 1-1. Интересно, что сборная Словакии за этот же промежуток времени отыграла тоже мало 4 ничьих и все они были тоже на 1-1. Силы соперников примерно равны. Возникает естественный вопрос, почему бы двум командам равных классам не сыграть ничьиный матч. Коэффициент на ничью стоит высокий. Кто любит оправданный риск, могут взять ставочку на заметку. Что до результативности матча, то бросается в глаза то обстоятельство, что обе команды тяготят к варианту обе забьют да. При этом последние свои игры отыграли на обе забьют нет. В очных матчах в последние годы было 1-0, 1-2, 1-0. Хозяева всегда забивали 1 гол. А гости либо забивали, либо не забивали, либо забивали 2. Дятюра склоняется к крамольной мысли, что предстоящий матч закончится на 1-1. В итоге у дятюры получилась связка ставок тотал меньше обе забьют да плюс х. Как уже было сказано, ставка на ничью это удел единичных и достаточно опытных игроков. Ставка на тотал меньше имеет нормальный коэффициент для такого случая 1-70. Ставка на обе забьют да чуть повыше 1-92. Дятюра считает, что вариант с обе забьют да более предпочтителен, поскольку имеет более высокий коэффициент и все объективные предпосылки на заход. Ставка на тотал меньше по своей вероятности не намного отличается от обе забьют да, но имеет гораздо ниже коэффициент. Поэтому при примерно одинаковой вероятности двух событий предпочтение следует отдавать событию имеющему более высокий коэффициент. В нашем случае это обе забьют да за 1-92. Но у вас может быть иное мнение на этот счет. На этом все. Дятюра верит, что у вас все получится. Всем оптимизма и удачи. Будьте здоровы и болейте только за свою любимую команду.